Всем привет! Сегодня мы знакомимся с периодом Высокого Возрождения, но перед тем, как мы начнем, не забудьте поставить лайк, если видео вам не понравится, потом уберете. Высокое Возрождение началось с конца 15 века и достигло наивысшего расцвета в первой четверти 16 века. И здесь не наблюдалось плавного перехода от предыдущего периода, скорее это был резкий скачок. Основное место в искусстве этого периода занимает собирательный образ человека, совершенного физически и духовно. Начинает проявляться ренессансный антропоцентризм, и постепенно человеческий образ занимает преобладающее положение. Антропоцентризм – это философско-идеалистическое учение, главная идея которого заключается в том, что именно человек выступает центром Вселенной. Ренессансные гуманистические идеи ярко выражены в период Высокого Возрождения, когда основным объектом художественного воплощения для художников оказывается образ отдельной человеческой личности. В основном в живописных произведениях мало действующих лиц, но даже если композиция наполнена большим количеством участников, они все равно воспринимаются не как единый коллектив, а как совокупность отдельных индивидов. Важное место в искусстве Высокого Возрождения занимает Леонардо да Винчи. Его художественные способности проявились рано, и отец отдал его на обучение к Андреа Вироккио. Как мы знаем из прошлого видео, ученики во время обучения помогали мастеру в выполнении его заказов, что теперь сильно затрудняет определение авторства или меры участия Леонардо в работах раннего периода его творчества. Предположительно, его первыми работами были портрет Дженевры де Бенчи и Благовещени. А по картине «Мадонна с цветком» можно судить, что Леонардо достиг полной творческой самостоятельности. Его Мадонна очень человечна. Она еще не думает о страданиях и боли, которые ее ждут, а просто наслаждается материнством, играет с сыном, протягивая ему цветок крестоцвета, который по некоторым источникам символизирует распятие. Далее Леонардо пытается освободиться от стиля предыдущего периода и в своих работах усиливает переживания героев. Помимо этого, он ищет новые формы построения центральной группы в алтарном образе поклонения волхвов. Положение Мадонны с младенцем и фигуры двух волхвов по сторонам от них образуют подобие треугольника – основную схему пирамидальной композиции, которая станет распространенной в живописи Высокого Возрождения. Эта работа не была совершенна. Композиция оказалась перенаселенной действующими лицами. Фон был чрезмерно активным, с его сложными архитектурными пейзажными мотивами и фигурами скачущих всадников. Это все лишало произведений композиционного единства. Леонардо и сам не был удовлетворен тем, что получается, и не доделал работу. В 1482 году Леонардо переезжает в Милан, где реализует свои технические проекты. И именно в этот период становится ведущим художником Италии, работая живописцем и в монументальной фреске и в алтарной картине. В этот период его важнейшими достижениями были в станковой картине «Мадонна в гроте», а во фресковой живописи «Тайная вечера». В картине «Мадонна в гроте» персонажи не скованы, а фон взаимодействует с человеческими образами. Теперь фигуры изображены не перед пейзажем, как в период Кватрачента, когда ощущалась разобщенность первого плана и фона, а в самом пейзаже. Глубину пространства он передает с помощью приема сфумато. Сфумато – это смягчение очертаний фигур и предметов, которое позволяет передать окутывающий их воздух. К созданию фрески «Тайная вечера» в трапезном монастыре Санта-Мария дель-Ле Грация Леонардо да Винчи приступил в 1495 году. Но, к сожалению, из-за его экспериментов с красками и грунтом, красочный слой оказался недостаточно прочным, и уже в XVI веке началось разрушение фрески. В 1954 году фреска была очищена от поздних наслоений, а остатки подлинной живописи выявлены и закреплены, благодаря чему можно получить общее представление о композиции и красочном решении работы Леонардо. «Тайная вечера» – это сцена с изображением Христа и апостолов за накрытым к трапезе столом. Действие происходит в помещении, стены которого увешаны коврами. Это момент, который наступил после того, как Христос произнес роковые слова «Один из вас предаст меня». Слова эти поражают каждого из его учеников в самое сердце. Они наносят удар по их чувству доверия, так как в их рядах оказался предатель. Это уже не просто религиозный сюжет. В этой фреске Леонардо да Винчи воплотил драму человеческих чувств. Несмотря на то, что фреска многофигурная, в ней есть ощущение единства, которое достигнуто главенством центрального образа – Христа. К нему обращены все чувства его учеников, а также сама его фигура отделена от апостолов, в то время как сами они объединены по трое в различные группы по обеим сторонам от Христа. И перспективные линии сходятся в точке, где расположена его голова. В 1499 году миланское герцогство пало под ударами французов, и Леонардо покинул город. Он переезжал из города в город, выполняя художественные заказы. В 1503 году Леонардо выполнил портрет Моны Лизы, как считается супруги богатого флорентийца Франческо Джоконде. Он показал величие фигуры изобразив ее близко к зрителю. В то же время Леонардо получил заказ на роспись одной из стен Зала Совета в Палацу Виккио, а другая стена была заказом Микеланджело, где он изобразил битву флорентийцев с пизанцами при Кашине в 1364 году. Параллельная работа Леонардо и Микеланджело над картонными к фрескам вылилась в соревнования двух величайших мастеров своего времени. Из-за обстановки соперничества обычно медлительный Леонардо завершил работу в короткий срок, и в 1505 году оба картона Леонардо и Микеланджело были выставлены для всеобщего обозрения. К сожалению, мы не можем оценить их работы, так как они не дошли до нас. Есть только старые копии и гравюра, а также серии подготовительных рисунков. Несмотря на успехи в живописи для Леонардо да Винчи, искусство не было главным делом жизни. С течением времени он все больше склонялся к научной деятельности. Однако заслуги Леонардо как художника были оценены, и в период Высокого Возрождения многие художники изучали его произведения. Еще один яркий представитель Высокого Возрождения – Рафаэль Санти. Он родился в городе Урбино, рано осиротел, а образование получал в школе Перуджино. Самые ранние, дошедшие до нас работы, выполнены около 1500 года. Это «Сон рыцаря» и «Три грации». В этот период ярко прослеживается влияние Перуджино. Позднее в работах Рафаэля важное место будет занимать образ Мадонны. Одной из первых воплощений ее образа служит Мадонна Канестабеля. Это миниатюрная картина, которая раньше называлась «Мадонна с книгой». Рафаэль изобразил нежный женский образ. Лица матери и младенца объединены общим объектом – книгой, куда оба устремили свои взгляды. Сзади изображен настоящий пейзаж. Навыки Рафаэля быстро росли, и в 1505 году он переезжает во Флоренцию. Здесь он знакомится с творчеством Леонардо да Винчи, что также повлияло на прогресс его творчества. Рафаэль пишет портрет флорентийского мецената Анджела Дони и его жены. Портрет был заказан как парный, фоном служит спокойный пейзаж. Он продолжает развивать тему безмятежной материнской любви через образы Мадонны. Это Мадонна в зелени, Мадонна-садовница и Мадонна с щегленком. Лирические образы в картинах усиливаются пейзажным фоном. Рафаэль уже достиг успеха в живописи и был приглашен в Рим для росписи апартаментов папы, так называемых станц, то есть комнат, которые включают три помещения в одном из этажей Ватиканского дворца и смежный с ним зал. Росписи выполнялись вместе с учениками. Одна из лучших его фресок – афинская школа. Здесь изображены выдающиеся мыслители и ученые прошлого, но Рафаэль придает им черты своих выдающихся современников. В левом дальнем углу фрески изображена фигура юноши. Его волосы и плащ развиваются. Возможно, он является олицетворением новых идей и мыслей. Рафаэль композиционными средствами выделяет две фигуры Платона и Аристотеля. Хоть они находятся на втором плане, они изображены идущими на зрителя и выделяются благодаря тому, что наиболее удаленная из арок Анфилады охватывает только две эти фигуры. Начинается движение из глубины, распространяясь вширь и завершается арочным охватом полукруглого обрамления фрески. В 1510-х годах Рафаэль много работает в области алтарной композиции. В 1513 году для церкви святого Сикста в Пиаченце была создана Сикстинская Мадонна. На ней изображен мотив раскрывающегося занавеса, за которым предстает ступающая по облакам Мадонна с плоденцем на руках. Жесты святых Сикста и Варвары, направленный вверх взгляд ангелов, общая ритмика фигур, все служит тому, чтобы приковать внимание зрителя к самой Мадонне. Ее поза одновременно и движущаяся, и стоящая на месте. Взгляд Сикстинской Мадонны отличается от тех, что были раньше в творчестве Рафаэля. До этого он изображал Мадонну, смотрящую в книгу или на ребенка. Но здесь она позволяет нам заглянуть в душу. В глазах читается тревога, будто она знает, что ждет ее сына. И в то же время она готова принести его в жертву. Об этом говорит и то, как она держит ребенка. Она не прижимает его к себе, как бы говоря, не отдам, а скорее принимает свою трагическую судьбу, понимая, что ее сын принадлежит не только ей. Оформление работы с занавесом и ангелочки, опирающиеся снизу на доску, возможно связано с тем, что картина должна была висеть в соборе Святого Петра над гробом Папы Римского Сикста IV. Так как гроб Сикста IV находился в нише, Рафаэль изобразил снизу картины край гроба. Получилась иллюзия, будто на настоящий гроб опираются ангелочки, а с небес в темноту ниши сквозь занавес спускается сама Мадонна. Рафаэль прожил недолгую жизнь, 37 лет, и до последних лет уделял большое внимание монументальной живописи. Например, роспись виллы Форнезина, где он изобразил триумф Галатеи. Рафаэль скончался в 1520 году. Микеланджело Буанаротти. Имя Микеланджело мы уже встречали в видео по архитектуре. Он преуспел во всех сферах изобразительного искусства, в архитектуре, скульптуре и живописи. Он прожил долгую жизнь, 88 лет, поэтому творил как во времена Высокого Возрождения, так и в период позднего. В 1488 году Микеланджело начинает обучение у братьев Гирландаю. Он становится лучшим учеником, но недолго остается в мастерской. Его тянуло к скульптуре, и не закончив обучение, он уходит. Так как Микеланджело был выдающимся скульптором, его особенность образного мышления предопределила повышенную пластическую силу образов в его фресках и картинах. Микеланджело волновали события времени, в котором он жил, поэтому в центре внимания у него всегда находился человек-борец. В 1508 году Юлий II предложил Микеланджело расписать потолок Сикстинской капеллы. Эта роспись стала его грандиозным творением. Сикстинская капелла представляет собой высокое длинное помещение – 48 метров длиной, 13 метров шириной и 18 метров высотой. Капелла имеет прямоугольную форму и повторяет точные размеры храма Соломона, как они указаны в Ветхом Завете. Стены разделены на три части. Нижняя цокольная украшена имитацией тканевых драпировок. Средняя расписана фресками, а верхняя прорезана оконными проемами. Капеллу покрывает почти плоский свод. Архитектурная простота и отсутствие декоративных элементов не отвлекают на себя внимания и являются великолепным обрамлением для художественных шедевров, которые украшают капеллу. С помощью иллюзорно переданных живописью элементов архитектуры плафон разделен на ряд частей. Среднюю часть занимают девять сцен библейской легенды о сотворении мира и жизни первых людей на земле. По углам каждой из этих композиций расположены фигуры обнаженных юношей. По боковым сторонам свода изображены семь пророков и пять сивилл – прорицательниц. В остальных частях росписи, в парусах свода, распалубках и люнетах над окнами изображены отдельные эпизоды из Библии и так называемые предки Христа. Наделяя главные фигуры, в частности пророков и сивилл, большими размерами, Микеланджело добился с помощью такой разномасштабности наилучшего выявления отдельных сцен и фигур. Такое членение потолка позволило достичь логической последовательности изображений. Для работы над фресками Микеланджело построил летящие леса, настил опирающиеся на крепления, вмонтированные с помощью нескольких небольших отверстий в стены около верха окон. Такой тип лесов позволял работать сразу по всей ширине свода, так как настил опирался на балки, которые крепились в стенах, не было необходимости в опорах, располагавшихся на полу, что экономило древесину. При этом художник и его подмастерия оказались на необходимой высоте, а церковные служители получили свободу передвижений. Некоторые говорят, что Микеланджело работал лежа, но это не так. Он работал стоя, и такая продолжительная работа все равно нанесла вред его здоровью. После четырех лет росписи Микеланджело чувствовал себя сильно уставшим и уже плохо выглядел, хотя ему было всего 37 лет. Фрески капеллы такие же шикарные, что я хочу сделать отдельное видео по ним, чтобы это видео не превратилось в многочасовое. Тициан Вичелио был представителем венецианской школы живописи. Он виртуозно работал с цветом. Его творчество относится к высокому и позднему возрождению. Он писал картины на библейские и мифологические сюжеты, много портретов знати и простых горожан. В портретах Тициан старался выразить максимально точно характер портретируемого. Среди его наиболее важных религиозных картин монументальный алтарь Асунта «Вознесение Марии». Это была его первая масштабная работа. Размеры полотна 6,68 метра, ширина 3,44 метра. Картина композиционно разделена на три яруса. Нижний – земной, среднее пространство восхождения, и верхний – небесный. По мере удаления от земли меняется и цветовая гамма полотна. Фон от серого цвета внизу переходит сначала в голубой и заканчивается золотым цветом. В нижней части изображены апостолы. Их фигуры охвачены волнением, а возведенные к небу глаза выражают скорбь и отчаяние от расставания с Марией. В средней части картины Дева Мария в сопровождении множества херувимов воспаряет к Богу. Бог с двумя ангелами венчают третий ярус. Еще до 30 лет Тициана признали самым талантливым живописцем Венеции. И последний на сегодня живописец Высокого Возрождения, о котором хочется упомянуть – Антонио де Кареджо. Он прозван Кареджо по месту своего рождения. На творчество Кареджо повлияли Андреа Монтенья, Леонардо да Винчи, Рафаэль и Микеланджело. Уже в первой своей крупной работе «Росписи монастыря Сан-Пауло в Парме» он показал своеобразие фантазии, расписав потолок одного из залов в виде увитого зелеными гирляндами трильяжа беседки, повальные отверстия которого заглядывают Путти с охотничьими трофеями. Также он занимался росписью церкви Сан-Джованни Еванжелиста в Парме. В ее куполе он изобразил в центре парящую фигуру Христа, а по окружности расположил восседающих на облаках апостолов. Здесь впервые в купольной композиции Чиквичента применен иллюзионистический прорыв пространства, в соответствии с чем фигуры изображены видимыми в сильных ракурсах снизу вверх. В его работах прослеживается постепенная утрата героических ренессансных идеалов. В фреске, изображающей вознесение Марии, он создал грандиозную композицию из многих сотен полуобнаженных фигур, в окружении которых почти неразличимы главные персонажи росписи. Обилие фигур, бесконечное разнообразие сложных пластических мотивов граничат здесь с перегруженностью. Высокое возрождение, хоть и охватывает короткий период существования, оно подарило человечеству великих мастеров. Художники изучали анатомию по трупам, перенимали мастерство предшественников, обращались к античному искусству, что позволило совершить большой скачок в развитии живописи. А на сегодня это все, подписывайтесь на канал, если хотите поддержать, все ссылки в описании и до встречи в новом видео.